Здравствуйте! На Первом Городском начинается вечернее шоу. Тут подсказка «Вятка Тудей». В студии Александр Сорокин. Смотрите в сегодняшнем предновогоднем выпуске. Да, каждый день в декабре для нас предновогодний. Где же нам теперь ходить? Рубрика наболела. Во вторник закрыли. Так, во-первых... Да, и люди ходят сейчас вот тут вот, такими этими пятаками. Нарисуй рисунок, как рисуют купюры. Выставка детских работ о коррупции. Ты не можешь выполнять свои обязанности, потому что тебе все органы чувств закрывают деньги. А также узнаем, чем заняться в выходные. Хеком торговать. Казаченко будет. С днем рождения. Почитаем письма Кировчану Деду Морозу. Пишет нам Коля. И пообщаемся с гостем выпуска Татьяны Поповой о выставке «Живая механика да Винчи». Дядя Толя такой, классно. Мне понравилось. Мама Маша? Нет, пускай Лариса будет. Мама Лариса. Мама Лариса. Мама Лариса. Начнем программу с грустного. Рубрика «Наболела». История о том, как кировчане пешеходный переход потеряли. Представьте такую ситуацию. Каждый день из года в год вы переходили дорогу по одному и тому же пешеходному переходу. И однажды приходите вы на свой пешеходный переход, а там... Его нет. Исчез. Пропал. Пропал переход. Пешеход, где же мы будем ходить? Ну как пропал? Его перенесли в сторону на несколько метров. Владимир расстроен такими переменами. Вот был пешеходный переход вот тут вот. Он был продолжением улицы Чапаева. Вот сюда вот. На дне во вторник закрыли. И люди ходят сейчас вот тут вот такими пятаками, зигзагами. То есть приходится обходить? Да, вот бабушки ходят. Всем им не нравится. Уже вечером я звонил в ГИБЗД по надзору за проездом. Вы сказали? Приедут со мной позвонятся. Вы быстрее приехали. Для того, чтобы стало немного понятнее, сейчас объясню. Пешеходный переход на сегодняшний день находится вот здесь. А раньше он находился... Вот здесь, в 23 метрах от настоящего. Если верить моим многометрам. Удобно ли вам стало? Вот пешеходный переход немного переместили. Во-первых, здесь едут машины, кто-то съезжает влево, кто-то поворачивает. И мы тоже им создаем условия, это неприятные для езды. Это всем было удобно. Я думаю, пешеходно было здесь гораздо удобнее. Говоря, не очень. Почему? Нужно переходить обратно, пройти дорогу, вернуться. То есть сейчас я не увидела, пришлось обратно вернуться. Мы обратились с этим вопросом в ГИБДД, но там комментировать ситуацию отказались, ссылаясь на то, что перенос пешеходного перехода – это инициатива администрации. Надеемся на скорейшее разрешение этой запутанной истории. Оксана Стяжкина специально для программы «Вятка Тудей». Дети и коррупция. На первый взгляд, что общего? Ну, помимо того, что за вымытый пол, можно у папы с мамой лишний час просмотр телевизора выпросить. Так вот, много общего, как оказалось. Оксана Стяжкина расскажет подробнее. Мы так много говорим о коррупции, но никогда не задумывались, как же на самом деле она выглядит. Но зато детишки это точно знают. Они нарисовали это в своих рисунках. Как выглядят коррупция и взятки. Все эти рисунки посвящены Дню борьбы с коррупцией. В выставке приняли участие детишки работников Россельхознадзора. Мы стараемся привить активную гражданскую позицию детям. Но и самое главное подчеркнуть, что не все чиновники являются взяточниками. Много и хороших. И очень приятно, что дети в своих юмористических, эстетических рисунках изображают не только плохих чиновников, взяточников, но и хороших. Но все же плохих намного больше. Например, 15-летняя Яна в своем рисунке показала, как деньги влияют на чиновника. Три мужчины такие, да, нарисованы. У одного, видите, в глазах деньги, у другого в ушах, у другого. Да, Яна осуждает такое отношение к службе, когда ты не можешь выполнять свои обязанности, потому что тебе все органы чувств закрывают деньги. А на этих сразу двух рисунках брат с сестрой нарисовали, как выглядит коррупция. На первом она пытается захватить власть. Изображена ситуация. Вот этот такой аллегорический образ коррупции. Даже немножко есть что-то похожее на Бабу-Югу. Вот, она пытается захватить власть. Но во власти для коррупции нет места, ей тут вход воспрещен. После того, как она все-таки попыталась ворваться, на нее сразу же нашли управу. Это можно увидеть на следующем рисунке. Коррупция посажена в тюрьму под замок. И вот мы видим прямо тут аллегории к пушкинским и лермонтовским стихам. Коррупция сердит за решеткой в темнице сырой. Вокруг вот воля, птички летают. Но коррупции этой воли не видать, потому что она должна быть наказана. А вот Семен изобразил тему коррупции как природное явление. Прекрасное солнышко, светит полянка, цветочки, деревья. Что помогает создать эту идиллию в обществе? Только закон. Недаром, смотрите, закон раскрашен, зонтик, в разные яркие, радужные, прекрасные цвета. А вот все, что связано с негативным, со взятками, с коррупцией, темных. Увидела, как выглядит коррупция глазами детей, Оксана Стяжкина, специально для программы «Биатка Тудей». В нашей студии появляется очаровательный гость в красивом новогоднем платье. Татьяна Попова, куратор выставки «Живая механика» Довинчи, которая открылась в нашем городе вчера. Еще раз здравствуй. Здравствуй. В пределе нового года ты к нам пришла с подарками. Это с приглашением на выставку. Сегодня мы расскажем, что можно посмотреть на ней. Зачем тогда нужно идти с ребенком? Зачем брать с собой бабушку, тетю и собаку? Да. Конечно же, есть у вас все для собак. Да. Расскажи, пожалуйста, сначала не о выставке, а про Новый год. Как ты готовишься? Где будешь встречать? Я буду встречать Новый год дома, в семье, в Питере. Все стандартно. Кстати, ребята приехали к нам из Петербурга. И команда, и кураторы. И кураторы, да. Но танец в Чукотке. Зачем вам эта информация? Я не знаю. Кстати, знаешь, зачем информация? Ты говоришь, что у нас в городе холодно. Где холоднее, Чукотке? На Чукотке или у нас? Удивительно, но я буквально звонила вчера бабушке, холоднее у вас. На Чукотке минус один. Плюс, надо бы сказать, плюс тридцать, чтобы все ехали. Типа, серьезно, на Чукотке? Зачем Египет? Хорошо, мы сейчас придемся на рубрику «Я хочу», где мы читаем письма кировчан Деду Морозу. Сразу после нее расскажем, покажем, зачем идти на выставку «Живая механика». «Я хочу». А мы продолжаем читать ваши письма. Деду Морозу. Очередное письмецо. Сейчас. Пишет нам Коля. Дорогой Дед Мороз, сделай так, чтобы первого января я не болел. Коля, все в твоих руках. Просто надевай шапку теплую, под штанники, под джинсы. Ну и пить завязывай. Хочешь, чтобы и твои каракули мы прочитали в нашей рубрике «Я хочу», пиши свое письмо Деду Морозу в нашей группе ВКонтакте под картинкой с Дедушкой Морозом. Пока. Пока. Мы напомним нас в гостях. Татьяна Попова, куратор выставки «Живая механика» Да Винчи. Сейчас будем про интересности говорить. Начнем с команды, потому что Таня принесла мне вот такие вот карточки. Это, между прочим, та самая команда, которая создавала по чертежам. Леонардо Да Винчи. Расскажи про ребят, расскажи, почему они улыбаются и сколько лет, сотен вы делали эту выставку. Команда, на самом деле, очень молодая. Нам всего лишь год. Называемся мы творческая мастерская «Сампо». Сампо? Это что ты переводишь? Классные ребята? Да. Все правильно, я перевел. Точно, 100% хороший перевод. Чертежи до Винчи, кто не знает, он еще миллион лет назад все придумал, а мы сейчас... Да, а мы это все нашли, раскопали на просторах интернета. Поскольку подлинники кодекса в до Винчи находятся в разных уголках мира, в разных-разных-разных музеях. Вот пришел дядя Толя. Дяде Толе понравится одометр. Сложная штука, сложная телега для измерения расстояния. Не все женщины понимают, как это работает. Одометр, если у вас есть машина, девчата, это вот такие циферки, которые считают, сколько вы проехали. А точно ли? Одометр? Да. Сколько километров? Все правильно. Одометр. Хорошо. А спидометр скорость? У меня машины нет. Нет, я сейчас на секундочку усомнился. Одометр измеряет, сколько проехали километров. Но придумал это кто? Да Винчи. Вот так вот. Как он выглядит, сейчас узнаем. Увидим. Так, хорошо, дядя Толя такой. Классно. Мне понравилось. Мама Маша? Нет, пускай Лариса будет. Мама Лариса. Мама Лариса. Мама Лариса. Мама Лариса оценит, наверное, редуктор танка. Вот. Почему нет? Да, мама Лариса, вам интересно? Кивните. Да. Этот экспонат у нас известен тем, что, собственно, с помощью его изготовления, да, во время его изготовления мы попали на специально допущенные Леонардо ошибки. Ого. Страшные, кровожадные ошибки. Он делал для того, чтобы его экспонаты невозможно было воплотить в жизнь. Эгоист? Да. Если вы пра-пра-пра-правнук Леонарда Винчи, Николай Винчи, который живет в Лузе, ваш предок эгоист. Но, хорошо, так, мама Лариса, дядя Толя, Сережка пришел. Сережка, пятиклассник. Сережке-пятикласснику будет интересно абсолютно все, потому что это можно трогать, крути, свердеть. Был месяц по домашним арестам. Ему интересно все. Да. И я думаю, что это даже будет поинтереснее, чем залипать в планшете или ВКонтакте. Заявочка. Заяв... Так, проверьте. Вот придите, проверьте и скажите, там будет голосование, что интереснее, выставка или планшет. Мы сейчас прервемся еще на одну рубрику «Выбор редакции. Чем заняться выходные?», в том числе и сходить на выставку, расскажет нам Александр Свитлик. В субботу, 10 декабря, на Театральной площади состоится широкое празднование 80-летия Кировской области. Будут снежные забавы и ярмарка. Ну, могли бы, конечно, пригласить в звезду, хоть уж подзабытую. Что? Казаченко приедет? Будет? В рыбном ряду? Хеком торговать? Казаченко будет. С днем рождения, область! Ну, а я в грядущую субботу, с часу до двух, отправлюсь на занимательную лекцию в Ревятский палеонтологический музей. Ну, а вообще, динозаврам эта тема очень нравится. Скажи, Серега, кореш мой, с Мизозоя вместе. Ну, а закончим нашу подборку выходных развлечений. Отличной новостью. Все выходные на большинстве перекресткового города будут стоять сотрудники ДПС. Акция называется «Сплошные проверки». Поэтому подготовьтесь, наденьте рубашку, галстук. Уж если попадать в место происшествия, то нарядным. Мы напомним, сегодня у нас в гостях куратор выставки «Живая механика да Винчи» Татьяна Попова. Сегодня пришла нас всех пригласить на выставку. Тань, говори, куда идти, во сколько идти, кого с собой брать и, в общем, все что угодно. Вот прям сюда. Приглашай. Приглашаю всех жителей Кирова в наш выставочный зал на Карла Либнихта. Выставка «Живая механика да Винчи». Это будет с 8 числа по 19 февраля. Ого! Да, так долго успеете все. Можно раз 40 сходить, в принципе. Можно сходить раз 40 и плюс один. Плюс один. Плюс один раз. А, 41. Все, приходите с семьей, с друзьями. Это интересно. И с собаками. И с собаками. Всех ведите, в общем, чтобы квартира проветрилась. Спасибо большое тебе. Мы надеемся, что гости придут. У нас на этом все. Это была программа «Вятка Тудэй». Всем хороших выходных. Пока-пока. А мы пойдем на выставку. На выставку.